Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире передача Планета Спорта и с вами я, ее ведущая, Жене Адхасаева. Существует просто невероятное количество различных единоборств. В каждом из них существуют свои правила, свои законы и нормы, которым следуют все бойцы. А что будет, если просто-напросто снять все запреты и ограничения? Таким видом спорта, дающим бойцам практически полную свободу, и является ММА. Сегодня в республике функционирует множество бойцовских клубов, воспитанники которых уже известны далеко за пределами страны. Спортивный клуб «Гладиатор» начал свою работу не так давно, но, несмотря на это, уже может похвастаться значительными достижениями. Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить данной спортивной организации, руководителем которой является заслуженный тренер России Магомед Гетинов. С чего все начиналось, как возрождался этот клуб? Как-то я, может, постарался. И мой коллега, которым мы вместе работаем, Владимир Николаевич с Украины, друг мой. И как-то мы вместе решили, он как промоутер, а я уже как тренер. Мы вместе работаем, уже четвертый месяц неплохо получается. Вот сейчас у нас первые сборы приехали к нам молдаваны, украинцы, французы, азербайджанцы. В Чечни приехали, в Московскую область. Сегодня первый день сборов. У нас здесь, хочу заметить, известный боец, один из лучших, считается, в Европе, Влад Поповский, который выиграл известного поляка. Этот поляк нашего выиграл здесь, чемпиона мира по боям с самбо, в душающем приеме. Он будет у меня подготовку проходить. У него 14 июня будет в Молдове за пояс пятираундовый бой. И также француз тоже будет за пояс драться пятираундовый бой. Кевин, звать его, один из лучших во Франции. Кстати, сейчас на чемпионате Европы по уши санда, хотя сам не является уши сандаистом. И также мы уши сандаистом не являемся и кикбоксером не являемся, но мы выступаем и там, и там. И вот он в полуфинале одолел дагестанца нашего, Меджидова. Это тоже такая сенсация для представителей ММА и тем более Франции. И сейчас он чемпионом Европы по уши санда. Его тоже будут готовить. Какие новости? Какие общие принимающиеся? Сколько насчитает ваш группа? В общем, если и женскую группу считают, и детскую, и сборную, человек 160 где-то. Мы же недавно открылись. А так у нас в планах, чтобы здесь около 500 человек занималось. Прогрессируем вот так потихоньку. Вот вы уже затронули вопрос по поводу, да, есть женская, есть детская, есть, получается, взрослая. Да, 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 которые для себя хотят здорового образа жизни. Честно говоря, слышать, что есть женская отдельная группа, по смешным венерованцам, это новинку, скажем так, для Дагестана. 15 девушек и взрослых, и девочки. Кто-то приходит, говорит, просто физкультурой хочу заняться, отвлечься. А кто-то хочет, например, боксу научиться, кто-то хочет кикбоксу научиться, кто-то тайском, кто-то ММА, самооборона. Тренируется, им тоже нравится, ходит. В виде перспективы? Да. Уже есть две-три девочки, которые перспективы есть. Молодцы, стараются. Ну, они как бы начинают, естественно, наверное, как любители спереду пришли. У кого-то есть уже предрасположенность к профессиональному занятию? Среди них одна есть, уже она достаточно долго ходит. Камила Кахриманова, она чемпионка Дагестана. Сейчас она для себя ходит, будущий врач, стоматолог. Мы же только-только начали, и пока такого нету конкретного, чтобы они будут выступать. Ну, уже хорошо, здоровый образ жизни. Среди ваших воспитанников уже есть представитель, который не только в чемпионах Дагестана, допустим, выступает, но и за пределами Дагестана? Конечно, есть. Я могу, например, заявить смело, а вот Рамазан Абдулджалил, один из лучших, и мое мнение, и многих тренировок мнений, один из лучших в России среди профессионалов с рекордом 13-3, 7-7 килограмм выступает. Обещали ему, что если два боя еще в игре, то в Белатар, в Америку. Хотя, я смотрю, у некоторых рекорд бывает, там 7-1, и уже в Белатаре. А я не знаю, чего они от него ждут, уже человек 16 раз дрался. А также есть Расул Альбеков, 6-2 рекорд, тоже молодой парень, перспективный, на 70 килограмм. По любителям чемпион мира, профессионал. Ну, есть человек 10 профессиональных бойцов. Сегодня, как вы сказали, первый раз проводит такие сборы? В этом клубе, да. Первые сборы представители Молдови, Франции, Украины, Азербайджан, Чечни. Давно хотели, чтобы сборы провел для них. Просто у нас залом проблемы были, условия. С государственной стороны нам никакой поддержки не было. Как-то я сам, я вот смотрю, многие клубы здесь не спонсоровест, а мы как-то сами выкручивались. Говорят, после трудностей, легкость, сейчас вот потихоньку прогрессируем. Центр наш во Франции, в Париже, один из лучших клубов считается. И они будут ко мне часто приезжать на сборы. Все больше и больше набежает популярность ММА, единоборство в республике. И, соответственно, и клубов становится больше. Уже можно выделить хотя бы, наверное, шестерку, семерку лучших там клубов. Уже достаточно популярных, бойцы которых известны и за пределами. То, что республики, даже страны наши, успешно выступают за рубежом. Это не пугает ответственность конкурировать с такими клубами? Или это наоборот? Здоровая конкуренция как бы в плюсы. Наоборот, я даже рад, что есть у нас такие ребята в Дагестане. И конкуренция, без конкуренции это уже плохо. А так конкуренция есть, они растут, мы растем. Почему наш клуб не знают особо? Потому что я лично часто выставлял за разные клубы своих ребят. И призовые места, и чемпионные места. Ну, и бывало, конечно, и проигрывали. А там ни моего имени, ни фамилии не бывало, ни нашего клуба не было. Очень много мы в кикбоксинге выступали. И в Шусенда, и в Панк Ратион, и в Боевой Санба. И все мои ребята представляли другие клубы. Теперь все, вот, третий-четвертый месяц, гладиатор клуб у нас. И мы ни за кого не выступаем. Наш клуб все, мы выставляем. Будем рады от болельщиков своих. Сейчас после этих сборов, как я сказал, француз будет за поезд драться, молдавам будет драться, Влад Поповский. В течение какого времени будет? В 2014 июня будет в Молдове, профессиональные бои. Организатором будет также мой коллега, друг, мой товарищ по команде, Владимир Николаевич. Он будет организатором этого турнира. Также там будет выступать Малач Алиев по прозвищу психолог, может кто его так узнает. У него пока рекорд 1-0, финалист чемпионата Европы обоим самбо, молодой, перспективный. А сборы у нас будут до 5 июня. После этого турнира где-то недельки отдохнут и уже поедут по нашим планам на полтора месяца в Бразилию. С моего клуба поедут два человека. Ну, то есть, в общем, с Гладиатора. То есть, с Парижа, с Киева, отсюда. В общем, где-то человек 6 поедут на сборы на полтора месяца. Прогресс – это уже хорошо для ребят. Мотивация, интерес. Много есть молодых классов, еще как бы неизвестных, недоскученных. Есть ли перспективы вообще, много ли таких ребят? Молодые тоже есть. В Бразилию полетят только профессионалы. У кого рекорды уже есть, там 1-0, 5-0. По планам, я думаю, отправить Расула Алибекова, рекордом 6-2. И Малача Алиева, рекорд 1-0. Хочу отметить, они молодые ребята. Даже бывает такое, что они встречаются на профессиональном ринге и по любителям. Встречаются со своими ровесниками, но если стаж смотреть смешанных, то мои ребята очень молодые. Конечно, в других клубах есть такое, что молодые, и такие результаты дают. Иногда мои выигрывают, иногда проигрывают, иногда наравне с ними как-то. Это уже плюс для моих ребят. Но для молодых пока в чемпионате Дагестана или как-то между клубами проводятся какие-то турниры? Для молодых недавно, недели две назад я в Ростов отправлял по МАМА. Такой неплохой турнир был. Даже не сказал бы, что среди новичков. Такой среднего уровня. Там и Чечне было, и Дагестанцы очень много. Я двоих отправил в 60 килограмм и в 70 килограмм. Оба третьими стали. Я рад за них. Это хороший результат. Турнир назывался «Последний регион». Я где-то человек 5 одновременно и сборы провожу, и готовлю по грэпплингу тоже в Ростов. У меня будет там выступать 85 килограмм в тяжах. Это намечается где-то 14 июня. Тоже так же разведку сделают, посмотрят. И я посмотрю, где ошибки. Мы сейчас целиком и полностью заняли тренерской деятельностью. А когда-то вы сами пробовали себя в этом, были тем же самым спортивным, как эти мальчики. Начинают так. Вы можете немножко о себе вообще как интерес к спорту? Как-то меня отправили в район, в Ахвахске, в село Тукита, маленького. Двоюрные братья, родственники, они так занимались. И они иногда заставляли, кто-то там по соседству заставлял бороться, драться. В интересе и сам тоже любитель был. Но хоть я любитель был, побороться, подраться, все равно я себя скромно вел. То есть сам не лезет. И даже бывало, когда подерусь, потом жалел очень. Ну, я имею в виду, когда маленький был, я же мог там заплакать, что подрался там, обидел человека, за человека переживал. Оттуда я уже приехал, с Ахвахского района, я сам оттуда родом. Где-то, наверное, было лет 8, наверное, 9. В моменте было желание, все равно маленький, особо так не думал записаться в спорт. В то время так сильно прям развито тоже не было. Как-то ребята говорят, там спортзал открыли. Идешь записаться, школа-интернат, город Хасаюр. Я говорю, пойдем. Пошел, сам записался, получается, меня там никто не заставлял. Пошел, записался, хороший тренер, Сагида Ахмед Магомедов, по вольной борьбе очень много, чемпионов воспитал. В Хасаюрте она называлась школа имени имама Шамиля Динамо. То есть вот такой был главный тренер, сейчас он главный тренер России Магомеда Гусейнова. То есть он тренер моего тренера, получается. Это тоже большая роль играет. Человек не только тренировать должен уметь, и психология, и отношения. Где надо друг, где надо поругать, пошутить с учеником. Я полюбился у тренера. Даже сейчас общаюсь, да там, что-нибудь поздравят, поздравляют, если что-нибудь нужно. Советуетесь? Да, и советую. Мне не стыдно. В то время, просто как сейчас, такого не было, тренер ММА или там. В то время даже рукопашка, там, основной стойкой, там, один-два болевых на полу и все, и то такого не вышло, развито она была. У меня много тренировало тут. И как-то ходил к нему, домой пришел, сказал, я записался. Вот так выступал, где-то проигрывал, где-то выигрывал. Очень много травм было, и как-то они меня останавливали. Потом какие-то домашние проблемы, что-то у меня сосед еще, Кураев Али. Он является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Очень сильный спортсмен. Я его даже сейчас называю первым номером России, хотя он уже давно бросил. Его даже, как я знаю, раз его не могут рекорд побить. Многократный чемпион России, и как-то он меня взял. То есть я ходил и на борьбу, и к нему ходил на тяжелую атлетику. Потом я еще успевал и на карате ходить. В то время был кюкишин карате, это, я считаю, один из лучших карате. То есть такого не было, как сейчас. ММА, и там можно было одному тренеру ходить. Были призовые и чемпионом становился в разных видах спорта, но не смог, и хотели меня в Испанию забрать, выступать. Потом переехал на Хачкову, то есть я сам студент имени Имама Шамиля, физкультурный факультет. А у меня бывали моменты желания тренером быть. Переехал в Махачкову и уже какой-то цель поставил, думаю, буду тренировать. Я начал вначале тренировать на улице. Я вот слышал Халимбек Аули, если не ошибаюсь, что они тоже начинали. И многие смеялись над ними, что они начинали на улице. В вагонах жили, а тренировались на траве. Ничего подобного, молодцы. И так же у меня тоже начиналась карьера. Я на улице тренировал на траве. То есть многие бывают, да, иногда на улице тренируются. А у меня была и зима, и холод, осень, весна, лето на улице. И ребята результат давали. Опять же, я за другие клубы выставлял, и меня не знали, и не знали, что за клуб. И вот так по тренерской карьере потихоньку шел, шел. Потом я нашел себе новое место уже в другом двору, то есть 27-й дом Энгельса. Там нашел такую большую беседку. И там тренировал с 5 часов до 7. И вокруг там люди собирались, им интересно было. Благодарили, что не каждый так сможет, такое терпение. Многим писали и туризму, и спорту. И кому хоть не писали, не было ответа. Мы фотки отправляли свои в таком условии. Чемпионы есть. На международных турнирах мы выигрывали, на улице тренируясь. Не просто летом, а зимой тоже холод. Ответа не бывало. А их когда мы слушали, они там как будто всем помогают. Ну, может, даже нас это и закалило. С другой стороны, спасибо им. Потому что это мотивация была моя такая. Уже не то, чтобы назло, но какое-то такое принципиальное, что ли. Хотя не им доказать, я себе доказать хотел, смогу я или нет. Так характер проявил. Потом спортзал нашел, снял и начал вот так прогрессировать. Где-то 16 человек я воспитал. И призеров России, и Европы, и мира. И призеров, и чемпионов. По любителям, я считаю, это неплохо. Сейчас я тренер и по любителям, и по профессионалам. Такого нет, чтобы я любителя оставил. Это тяжело в тренерской карьере, тем более начинающего, когда тренеры. Вообще легко ли вдавалось взаимопонимание? Бывали какие-то конфликтные ситуации? Конфликтов-то не бывало. Ну, сложности, конечно, были. Не буду врать, что так все прямо хорошо было. Что прям все такие добрые. И я тоже добрый. Конечно, это было. У каждого свой характер. Самое главное, что больших минусов не было. А маленькие минусы, они у меня есть. И у всех они есть. Например, могу поругать. Ты почему не пришел, например, на пробежку? И он может так что-то обидеться. Наша команда всегда чем славилась? Небольшая команда, как семья. Но есть у нас в Дагестане тоже пару клубов. Мне нравится. У них тоже так же, как семья. Они у нас тоже так же. А в планах по материально-технической базе? План есть иметь свой собственный спортзал. Квадрата 200. И уже прогрессирует. Почему? Потому что будут на сборы приезжать уже очень много. Повторюсь, и Польша приедет, и Франция, и Италия, Германия. Англичаны, молдаван. Уже я не говорю. С бывшего Советского Союза. Мамада прогрессирует. Смешные единоборства. Бои без правил. У профессионалов в этом деле. Или у простых зрителей. Разные точки зрения. Кто-то считает, что с другими боями. Кто-то с профессиональной точки зрения смотрит. И считает, что это нормально. Вот сейчас развитие пошло стремительное в этом плане. Как ты к этому относишься? Вишни, это будущее от этого вида спорта. Не о том, что я тренер ММА. Там буду говорить. О, ММА хороший. Конечно, это жесткий вид. Например, в боксе там с рук. Да, в боксе. В голову там живот. Тайский там что-то. А здесь все есть. И здесь раскрыться можно полностью. Да, жестокий вид спорта. Ну, опять же, никто никого не заставляет. И чем где-то на улице будут драться. Лучше, мое мнение, в зал будут ходить, не курить, не пить, тренироваться. И выступать, свои силы показывать. Я всегда говорю ребятам, даже не своим ученикам. Хотите свои силы где-то показывать, выйдите на ринг. Или по любителям. Или по профессиону. Для начала по любителям выйдите. Там покажите свой характер. Человек, хоть даже он занимается ММА, даже хоть не занимается. Мое мнение, если у него силы есть, он умеет драться. Первое, он должен быть человеком. В крайнем случае он должен драться. У нас есть уже известные представители данного вида спорта, которые за рубежом и в UFC выступают, и в Биланах. А вы сами следите за такими бойцами? Я, конечно, рад за них, темляки. Я не этого бойца фанат, например. Просто нравится мне. Я первое смотрю на человечность. Если я вижу в человеке не человечность, он пускай будет, я не знаю, двухкратный олимпийский чемпион, трехкратный олимпийский чемпион. Или чемпион в UFC. Если нет в нем человечности, все для меня это человек. Мне неинтересна его карьера. Я даже, когда ребята начинают тему поднимать, я могу сказать, оставь его. Не настраивая, но не два раза. Это не от того, что индивидуально именно для меня он не нравится. У нас тоже есть ребята. Смело могу троих своих ребят сказать, ну, конечно, надо пройти пару сборов, хороших. Когда они молодые, смело могу. Потому что я видя с Кавказа, с России, кто туда попадает. Да, они молодцы, они крепкие. Я знаю, что и мои неплохо выступят. Тот же Рамазан Абдуйджи Алиев. Он боец на 70 килограмм. Он может выступить. Также Расул Алибеков выступает на 66. Также Алиев. У нас в планах есть, если все будет хорошо, все будет нормально. В следующем году он сейчас на 66 выступает. Молодой парень. 61 килограмм. Белотроп. В Дагестанте славится бойцами очень много и перспективных, и среди молодых. Да. Чего не хватает, в ваших взглядах? Я вам так скажу. Есть такие бойцы, которые просто у них нет возможности. Промоутеры на связи не могут выйти. Даже я не говорю за своих учеников. Вообще из других клубов есть, которые смело могут в Галатуре и Виусе драться. Ты занимаешься саморазвитием, допустим, именно в тренерском плане? Ну, в планах, конечно, нет, в дальнейшем. Я сейчас сам провожу сборы. Совместный будет сбор. Приедет Франция. Один из лучших тренеров Франции. Обмен опыта тренерского. Он со мной, я с ним. Мы будем как-то такие легкие спарринги между собой делать. Я иногда сам тоже форум поддерживаю. И своими ребятами спарринги такие легкие делаю. Некоторые бывают, да нет, зачем мне саморазвитие и так далее. Я уже такой тренер, примерно, да, заслужил тренера. Нет, зачем? Я так скажу. Хоть я буду по пяти видам заслуженный тренер России, я буду до конца своей карьеры тренерской познавать саморазвитием заниматься. Хорошие мастера японские говорят, кто говорит, я мастер хороший, тот не мастер. До конца своей жизни он должен изучать. Вот настоящий мастер. Так же я своих ребят учу. Я говорю, ты будешь чемпионом мира, у тебя рекорд, будешь чемпионом. Ты не должен думать, все, я все знаю. Ты ничего не знаешь, ты должен говорить, это мое начало. Вот так же и я говорю. Вот я являюсь по многим видам тренером высшей категории, по многим видам, осветывал многих ребят по кикбоксингу, шу, грейплинг, джиу-джитсу, не считая ММА, боевой сам. Ну, я все равно, я пока ничего не добился. Обычный тренер. И меня это радует, что я так говорю. Ну и, наверное, в завершении последний вопрос. Чего пожелаешь молодым, перспективным или просто начинающим спортсменам, бойцам? В первую очередь дисциплина, это однозначно тренера слушать. Ход вы чемпион мира, ход вы олимпийским человеком, потом спортсменам. Наша передача подошла к концу. Над передачей работали авторы ведущая Женя Атхасаева, звукорежиссер Мумина Талиева. До новых встреч в эфире.